О некоторых заблуждениях, касающихся второго пришествия Иисуса Христа. Отступая от темы великой скорби, в связи с одним довольно частым заблуждением, особое внимание уделяем 36 стиху 24 главы Евангелия Тми от Матфея. «О дне, житом и часе никто не знает, не ангел небесный, а только Отец мой один». Ту же мысль подтвердает евангелист Марк. «О дне, житом и лет, житом и часе никто не знает, ни ангел небесный, сын, но только Отец». Марка 13 глава 32 стих. Несмотря на ясное свете со Слово Божие о том, что дня пришествия Иисуса Христа не знает никто, кроме Бога, Отца, до сегодняшнего дня находятся исследователи, которые пытаются точно указать день пришествия Иисуса Христа. Иисус на вопрос ученику, когда это будет, дал признаки времени пришествия Своего, но предупредил, что дня и часа не знает никто, кроме Отца, и даже Сам Он не знает, когда наступит этот день. И тем не менее, это заблуждение существовало и существует. Прошлое поколение христиан помнит, какой вред нанесло это заблуждение Церкви и миру. До сих пор, где то обольщение проявилось в деле, где некоторые верующие, не знающие, как должен Слово Божие, в назначенный день выходили в белых одеждах, на глазах у всех людей встречать Христа, невозможно проповедовать Слово Божие. Так велик соблан заблуждение, так сильно у всех местных подорван авторитет Евангелия и исповедующих его христиан. Однако, к сожалению, периодически появляются такого рода исследователи, которые точно указывают день и час пришествия Христа и восхищения Церкви. Печальный опыт таких исследователей прошлого времени ничего им не дал. К великому сожалению, после всякой неудачной попытки предсказать день пришествия Иисуса Христа, на свет появляются новые и новые объяснения, оправдывающие неудачливых предсказателей, и делаются новые попытки сделать невозможные. Доказать, что возможно точно предсказать день пришествия Иисуса Христа, убедить христианский мир в необходимости подобных исследований и уточнений. Одним из способов еще раз направить христиан по пути заблуждений является утверждение, что стих Священного Писания «Одни же том и чаще никто не знает ни ангел небеса, ни сына, только отец» неправильно переведен. По утверждению некоторых современных переводчиков-богословов, он переводится с древнегреческого таким образом, что сын будет знать день своего пришествия, и, следовательно, церковь будет знать этот день, потому что она есть его невеста, и он, Христос, не может от нее этот день скрыть. В связи с тем, что поставлен под сомнение перевод данного стиха, то для выяснения истинно обратимся к 24 главе книги «Бытие», которая является вернейшим пророческим словом, потому что это пророческое слово выражено не словами, которые можно подвергнуть сомнению и истолковать по своему усмотрению, а событиями и жизни библейских личностей, описанными в этой главе. Эта глава в иносказательной форме охватывает весь период существования церкви на земле, включая пришествие Христа за церковью и воскресение праведных, воскресение первого, воскресение жизни. Рассматривая некоторые изречения или события, описанные в этой главе, будем проводить соответствующие этим событиям слова Иисуса Христа и его апостолов, записанные в Новом Завете. Итак, первый стих 24 главы книги «Бытие». «Аврам был уже стар и в летах преклонных. Господь благословил Аврама всем». Выражение «Аврам был уже стар и в летах преклонных» касается возраста Аврама. Его можно заменить равноценным выражением о возрасте «ветхи днями». А это имя употребляется в 7 главе книги пророка Даниила. В 9 стихе и относится к Богу, судье праведному. Отсюда следует, что Аврам является проблазмом Бога Отца. Сосредоточивая внимание на словах «стар» и «в летах преклонных» относительно времени совершения данного события, можем смело сказать, что события разворачиваются в последнее время жизни Аврама на земле. Невольно приходят на память слова апостола Иоанна, который уже в начале созидания Церкви Христовой назвал этот период времени «последним временем». Дети, «последнее время». И как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы познаем из того, что «последнее время». Первое послание Иоанна, 2 глава, 18 стих. Рассуждая о Церкви и о событиях, происходящих в мире, мы регулярно отмечаем, что живем в последнее время. Это выражение довольно часто употребляют в священном писании, и его не нужно смешивать с выражением «последние дни». Хотя и то, и другое выражение относятся к исчислению времени, потому что время состоит из дней, и есть разница в этих выражениях. Всякий отрезок времени имеет начало, первые дни этого времени, и конец, последние дни этого отрезка времени. В данном же случае речь идет именно о последнем времени, а не о последних днях последнего времени. И в это последнее время Авраам, проброс Бога, послал своего раба, Дух Святой, найти невесту и забрать церковь для сына своего Исаака, для Иисуса Христа. Перед временем, начиная с пронесения голгофской жертвы Иисуса Христа до вступления Его в тысячелетнее царство, называется последним временем. И в это время, на протяжении почти двух тысяч лет, начиная с первого грешника, принесла спасение по вере в искупительную жертву Иисуса Христа, через крещение Духом Святым, Господь созидает церковь свою. Далее Слово Божие говорит, «Господь благословил Авраама всем». Здесь может возникнуть затруднение при столковании, так как получается, что Бог благословил самого себя, потому что Авраам есть проброс Бога, а мы читаем «Господь благословил Авраама». Действительно, это так и есть. Бог сам для себя все сделал. Правильность такого рассуждения подтверждается следующим стихом Священного Писания. «Все сделал Господь ради себя». И даже нечестивых будет на день битвы. Приджи 16, глава 4 стих. И не только это. Но и когда читаем дальше по поводу клятвы, отмечаем то же явление. Раб, который клялся Аврааму, и является пробросом Духа Святого. Авраам – проброс Бога. И так как Бог един в трех лицах, получается, что Бог клялся самому себе. Это явление отмечено в Священном Писании. А Бог, давая обетование Аврааму, как никем не мог клясться, клялся самим собою. Послание к Евреям, 6, глава 13. Разбиваем мысль, что Бог все для себя создал. Для Иисуса Христа, который есть одно с Отцом, является образом Бога невидимого, рожденный против всякой твари. Каласянов, 1, 15. Читаем о том же промзах 24-й лавы книги «Бытие». Он сказал, «Я раб Аврааму. Господь весьма благословил господина моего, и он сделал себя великим. Он дал ему овец и волов, серебро и золото, рабу и рабынь, верблюдов и ослов. Сара, жена господина моего, уже состарывшись, родила господина моему сына. И дальше особо отметим следующие слова, которому он отдал все, что у него». Бытие, 24 глава, 35-36 стихи. Ту же мысль утверждает и постание Колоссянам. Все, созданное Богом через Иисуса Христа, создано для Христа. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господства ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано. Колоссянам 1,16. Но у Иисуса Христа не было невест в церкви, иначе Христос не сказал бы, «Ты, Петр, камень, и на чем камень? Я создам церковь мою, и врата ада не долит ее». Слава Христа, «Я создам церковь мою» прозвучали как намерение создать ее в будущем, что означало ее отсутствие в настоящем. Также Исаак, обладая всем отцовским именем, не имел невесты. И следуя, дальше 24 главу книги Бытия, читаем следующие стихи. «И сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, управляющему всем, что у него было, положи руку твою под стягном ее, и клянись мне Господом Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены и с дочерей Хананиев, среди которых я живу». Бытие 24 глава 2-3 стихи. «Раб, старший в доме и управляющий всем, есть Дух Святой, а Слово Божие, касающиеся деятельности раба, пророческое изречение о будущей работе Духа Святого». «Дух Святой может управлять всем, потому что Бог сотворил все видимое и невидимое через Иисуса Христа через Слово Своё, силу и Духа Святого». Подтверждение проводим места из Священного Писания и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшим все Иисусом Христом. Творческой силой был Дух Божий или Дух Святой, третья личность Божества». Об этом написано в первой главе книги «Бытие». «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Бытие, первая глава, второй стих. «Именно Дух Святой создал все, в том числе и человека. Дух Божий создал меня, и дыхание Вседвижителя дало мне жизнь». Иов 34. «Сказал однажды Елеуй, сын Варахиилов, и этими словами подтвердил непосредственное участие Духа Божия, третьего лица Святой Троицы, творение материального и духовного мира». Что же касается выражения «старший в доме и управляющий всем», то Бог действительно возвеличил Божий Святой, и Иисус подтвердил это в беседе с фаришами. «Посему говорю вам, всякий грех и хула простится человека. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в всем веке, ни в будущем». Евангелие от Матфея, 12 глава, 31-32 стихи. «Такое почтение оказывается только уважаемой, верховной, вознесенной над всеми личностями. Так Бог Отец и Бог Сын возвысили Бога Духа Святого и подчеркнули Его старшество в Доме Божьем». Касаясь того, что Дух Святой здесь изображен личностью раба, нужно пояснить, что раб исполняет только волю Господина Своего. Он ничего не может, не имеет права делать самостоятельно. Так и Дух Святой ничего не делает от себя. Он только исполняет волю Отца Небесного в Иисусе Христе. Подтверждение правильности этой мысли. Провожу стихи 13, 15, 16 главы Евангелия Триана. «Когда же пройдет Он, Дух Истины, то Он оставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам все, что имеет Отец, и есть мое. Потому я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам». Далее следует еще одно чудесное откровение, отвечающее на вопрос, из какого народа избирается Церковь Иисуса Христа. Читаем 3 и 4 стихи 24 главы книги Бытия. «И клянись мне Господом Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены и с дочерей Хананиев, среди которых я живу, но пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену сына моему Исааку». Авраам не посылает раба в чужой народ, чтобы взять оттуда жену для Исаака, но посылает к своему народу. Это условия категоричные, и не допускать никаких отклонений и исключений, потому что слова Авраама «Клянись мне Господом Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены и с дочерей Хананиев, среди которых я живу», усилены требованием клятвы со стороны раба и говорят о непреклонности, неизменяемости условия. «Из земли Хананиев не бери» – очень важные слова. Их смысл заключается в том, что Дух Святой избирает невесту для Христа из спасенных людей. «Мой народ», «Свои Богу» – эти выражения указывают на спасенный народ и употребляются Богом и Священным Писанием по отношению к тем людям, которые раскаялись в своих грехах и омыты кровью Иисуса Христа. А теперь во Христе Иисусе мы, бывши некогда далеко, стали близки кровью Христовой» – Ефесянам 2.13. «И так вы уже не шужие и не пришельцы, но сограждане святым и Свои Богу» – Ефесянам 2.19. Забегая вперед, хочется отметить, что братом Ревеки был Лаван, имя которого в переводе с еврейского означает «белый», а слово «белый» в христианском истолковании означает «праведный», «святой», каковым можно стать только омушать кровью Иисуса Христа. Следует добавить, что Лаван и Ревека были братами-сестрой, а этими словами в христианском лексиконе называют друг друга верующие люди по учению Евангелия. «А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель Христос, все же вы братья» – Матфея 23.8. «И так еще раз смею утверждать, что в 24 главе книги Бытия пророчески освящены события периода строительства церкви на земле, нашего периода, который называется «Пошлиним временем». Однако для еще большей уверенности исследуем 24 главу книги Бытия. «И так раб сказал ему, может быть, не захочет женщина идти со мной в эту землю? Должен ли я возвратить сына твоего в землю, из которой ты вышел?» А в раб сказал ему, «Берегись, не возвращай сына моего туда». Бытия 24 глава 5-6 стихи. Здесь предложены два варианта соединения Исаака с невестой. Первый. Невеста идет в землю жениха. Второй. Исаак идет в землю невесты. Один из вариантов. Второй. Словами Авраама «Берегись, не возвращай сына моего туда» категорически отвергает возможность возвращения Исаака в землю, из которой он вышел. Раб Ельезер подчинился этому требованию склятвой. И эта часть вернейшего пророческого слова направлена против заблуждения тех людей, которые жадают пришествия Иисуса Христа в человеческой плоти для совершения какого-то труда и обнаруживают безумие лжи Христовой и их последователей. Она чудесно согласуется с пророчеством Иисуса Христа и ущеривает оны. Тогда если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте, «Ибо восстанут лжи Христы и лжи пророки и дадут великие знания и чудеса, чтобы пролистить, если возможно, и избранных» – Матфея, 24 глава, 23-24 стихи. Если бы люди знали, что Иисус Христос никогда больше не появится на земле в человеческой плоти, в той плоти, в которой было первое свопришествие, не будет совершать на земле никакого труда, подобного земному человеку, отпала бы всякая возможность обольщения такого рода. Настоящее Слово дает право без всякого страха и сомнения отвергать свидетельство неутверденных людей, что они видели Иисуса Христа, пришедшего в плоти, а также свидетельство самих обольщителей, утверждающих «Я Христос». Если бы Христос не предупредил, что такие лжи Христы пролистят многих, можно было бы не говорить об этом. Но так как такое предупреждение существует, и обольщение будет производиться с помощью ложных знамений и чудес, то Слово уже предупреждает, что никогда Иисус Христос в той плоти, в которой Он жил на земле в Своё первое пришествие, не будет действовать на земле. И подтверждением этой мысли является вернейшее пророческое слово «Берегись, не возвращайся на моего туда». И соответствующее место из Евангелия от Матфея. «Вот я наперед сказал вам, и так если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаянных комнатах, не верьте». Первый вариант состоит в том, что женщина должна выйти из своей земли и пойти в землю жениха, руководствуя свободной волей. «Если же не захочет женщина идти с тобою, ты будешь свободен найти клятву моей». Бытие, 24 глава, 8 стих. «Эту слово должно приниматься с полным доверием, ибо мы, церковь, пробы зеревека, пойдем навстречу Иисусу Христу и будем иметь с Ним встречу на облаках, а не на той земле, где Он жил. Он никогда не возвратится в землю, из которой вышел. И если и будет царствовать на земле тысячу лет, то в прославном теле, как и Его церковь». Возвращаясь к мысли о свободной воле и акцентируя внимание на стихе, «И положил раб руку свою подстегну Авраама, господина свой, и клялся ему всем». Бытие, 24, 9. Отметим готовность раба неукоснительно выполнять волю Авраама. Сопоставляя этот текст со словами Иисуса Христа, когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Евангелия, 16 глава, 13 стих. «Утвердаю все в том, что раб Авраама есть пропасть Духа Святого, а события, связанные с его служением, являются вернейшим пророчеством о будущем Троте Духа Святого. Ибо как раб клялся исполнять волю господина своего Авраама, так и Христос удостоверяет, что Дух Святой воли своей творить не будет, а волю пославшего его Отца. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит. И еще «Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвесит вам. Все, что имеет Отец, есть мое». Евангелия, 16 глава, 14-15 стихи. Читаем дальше книгу Бытия. «И я взял раб из верблюдов господина своего, десять верблюдов, и пошел. В руках у него были также всякие сокровища господина его. Он встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора, и остановил верблюдов вне города у колодези воды под вечер, в то время, когда выходит женщина черпать. Раб идет убирать жену к колодцу. Сегодня этим колодцем является Слово Божие, Библия, источник, из которого мы пьем. В руках раба были также и сокровища. Этим сокровищем раб в будущем отличил Ревеку. Точно так же и невеста Иисуса Христа отличает Дух Святой, когда раздает дары по воле Его. Об этом свидетельствует 12 глава первого постания апостола Павла Коринфианом, который говорит, что все крещеные Духом Святой имеют дары, и они распределяются по воле Его, и действуют от сил Духа Святого. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. 1 Коринфианом, 12 глава, 11 стих. В исследуемой нами главе в единственном стихе отмечено, что событие происходило под вечер, когда женщины выходят черпать воду. Здесь во второй раз подчеркивается время, в которое происходит событие. И для обозначения последнего времени вылезает слово сочетание «под вечер». Его прорассуждение можно заменить словами «в конце дня», и эти термины обозначают отрезок времени, который можно назвать в последнем временем дня. Это настолько важно для Духа Святого, что в 24 главе книги Бетти он четырежды, первым, одиннадцатым, тридцать шестым и шестьдесят третьим стихами, через писавшие священное писание, различными словосочетаниями утверждал, что это пророческое действие относится к последнему времени, в которое Бог созидает церковь и созидает ее у колодца через слово свое. Теперь обратим внимание на условия, которые поставил раб Авраама пред Господом. Господи, Боже, господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость господином моим Авраамом. Вот я стою из источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу, наклони кувшин, твой я напьюсь, и которая скажет, «Пей, я и верблюдам твоим дам пить, а вот та, которую ты назначил, рабу твоему Исааку. И почему узнаю я, что ты творишь милость с господином моим?» Бытие 24 глава 12-14 стихе. Условие интересны тем, что раскрывает качество характера невесты или требования Божьей характера церкви. Отметим первую часть просьбы, дай мне испеть. Ревека так и сделал, напоил раба, чем засвидетельствовал свою способность незамедлительно отзываться на просьбы людей. Вторая часть условий, и которые скажут, «Пей, я и верблюдам поим дам пить», говорит о ревности к добрым делам и соответствует месту священного писания из послания апостола Павла к Титу, 2 глава 14 стих, очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Эту ревность хотел видеться раб Авраама, и она была выражена словами Ревеки, «И верблюдам твоих я напою». Характер Ревеки полностью соответствует характеру христианина, который освящен в 5 главе Евангелия от Матфея. Далее обратим внимание на 15 и 16 стихи. «Еще не перестал он говорить, и вот вышла Ревека, которая родилась от Вафуила, сына Милки, жены на хорах, брат Аврааму, и кувшин на плече ее». Девца была прекрасно видна, дева, которой не познал муж. «Она сошла к источнику, наполнила кувшинство и пошла вверх». Первое, что хочется отметить, это то, что дева шла к источнику. И именно на этом пути ее встретил раб Авраама. Господь имеет встречу с теми, кто имеет постоянную жажду слышания Слово Божие, кто постоянно идет к источнику с живой водой. Путь такого человека идет неуклонно вверх. Он растет постоянно духовным возрастом стремится к горнему. «Путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от происподней внизу», говорит Соломон, притча, 15 глава, 24 стих. Эту же мысль утверждает и апостол Павел по санне Колоссянам, 3-12. «Итак, если воскресить Христом, то ищите горнего, где Христос идет о десной Бога, о горнем помышляйте, а не земном». Для полноты исследования прочтем 13 стих из 4 главы послания апостола Павла к Ефесянам. «Доколи все пойдем в единство веры и познание Сына Божия, Мужа Совершенного, в меру полного возраста Христова». Эти стихи Священного Писания зовут христиана простираться вверх во всех сферах христианской жизни. Следует зафиксировать внимание еще на одной немаловажной детали, отмеченной в стихе «Колшин ее на плече ее». Плечо самое надежное место для ношения тяжестей, и сосуд в веке был поставлен надежно, потому и путь ее был благословенным. Так и в настоящее время сердце человека сосуд утвержденной, укорненной в истине, полностью доверяющей Слову Божию, может получить душу по Писанию и быть чистым перед Богом через кровь Иисуса Христа, как и Ровека была, прекрасно видом Дева, который не познал Бога. Иисуса Христа, который веке в ровности своей начерпала воды и напоила берблюдом, то изумленный от такого старания раб тот взял сергу весом полсекля и два запястья на руке весом десять секля золота и сказал, «Шья-то дочь, скажи мне, есть ли в доме отца твоего места нам ночевать?» Бытие 24-23. Рассуждая над этим стихом, отметим, что спасенный христианин получает духовные дары по христианин и Духом Святым. Ияиль, вторая глава, 28-29 стихи. И первый посадник Коринфянам, 12 глава, 4-11 стихи, 13-й. Итак, Ровека получил подарки от раба. Спасенные христиане получают дарить через крещение Духом Святым и становятся одним телом. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним Духом. 1-я. Коринфянам, 12 глава, 13 стихи. Нужно заметить, что крещение Духом Святым не является наградой за святость или за определенный труд. Дух Святой дается даром по вере, но только спасенным сердцам, тем, которые готовы на жертвенный труд, подобно Ревеке. Далее вопросом к Святой дочь раб вызывает Ревеку надкровенность, и она послушно рассказывает ему о своем происхождении. Я дочь Вафуила, сына Милки, которого она родила на хору, а одно имя следует за другим, обнаруживая родословные корни генеалогического древа ее происхождения. Это не что иное, как исповедание, служение, присуще евангельскому учению. Еще один вопрос. «Есть ли в доме отца твоего место нам ночевать?» Слово Божие характеризует ночь, с одной стороны, как время отдыха, с другой стороны, как самое опасное время, ибо «Ты простираешь тьму, и бывает ночь. Во время ее бродят челесные звери, львы рекают о добыче и просят у Бога пищу себя». Апсалом нам хранить хранить добрый залог Духом Святым живущим в нас. 2 Тимофей 1,14 «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в День Искупления» Ефесянам 4,30 «Вот некоторые из них Священного Писания, в которых отражены желания и требования Духа Святого к человеческому сердцу, к жилищу, которые Он избрал для Себя». Все последующие стихи Священного Писания 24 главы книги Бытия представляют несомненный интерес, но для того, чтобы сократить время исследования, обратим внимание только на некоторые из них, которые касаются Церкви и событий последнего времени. Одним из таких стихов является 36-й. «Сара же, жена Господина моего, уже состарившись, родила Господина моему сына, которому он отдал все, что у него. Сара народ израильский, из которого произошел Христос по плоти. Это подтверждается следующими словами из Нового Завета, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и богослужение и обетование, их и отцы, и от них Христос по плоти, всем Бог, благословенный во веки. Аминь». Римлян, 9-й, глава, 4-й, 5-й стихи. Выражение, относящееся к Саре, «Состарившись, родил Господина моему сына», соответствует словам Евангелия из постановления Галатом 4-4. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону. И еще, он же однажды, к концу веков, и явился для уничтожения греха жертвы своей». Евреям, 9-й, глава, 26-й стих. Оба выражения Евангелия пришла полнота времени, и однажды, к концу веков, говорят о конце определенного отрезка времени, и соответствуют выражению «состарившись», которое относится к Саре и говорит о конце периода времени, отведенного Богом для жизни Сары на земле. Далее, с 37-го по 48-й стих раб излагает для домашней грехи свой путь и свою цель, заканчивая речь вопросом. «И ныне скажите мне, намерены ли вы оказать милость и правду господину моему или нет? Скажите мне, и я обращусь направо или налево?» Бытие, 24-я глава, 49-й стих. Ответ был таков. И отвечали Лаван и Вахуил, и сказали, «От Господа пришло это дело. Мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, недоброго. Вот ровека против тобой, возьми и пойди». Бытие, 24-я глава, 50-й 51-й стихи. «О, если бы спасенные Господом так быстро и правильно подали крышление Духом Святым, как посланы от Господа, и сказали от его сердца, от Господа пришло это, то даже это согласие было благословением для них и одновременно большой поддержкой сопутствующей духовному росту и проявлению благодати для самих получивших крышлений Духом Святым». Потому что дальше следует 53-й стих, который говорит о том, что Ровеке раб дал подарки еще раз. «И вынул раб серебряные вещи, золотые вещи и одежды и дал Ровеке». Бог, в виде согласия домашних сволей Господней, пополнил сокровища Ровеке, так Бог пополняет неоднократно дарованиями духовными свои сосуды. «Не были оставлены без внимания родные Ровеке, также и брату, и матерь дал богатые подарки, хотя эти подарки не отвечают Словом Божьим, казала тысяч Ровеке, но однако богатые». Далее отмечаем, что раб согласия Ровеке продалил все препятствия со стороны домашних, и Ровека была отпущена, чтобы идти навстречу Исааку. И раб взял Ровеку и пошел. Бытие 24-я глава, 61-й родственников ее. И благословили Ровеку и сказали ей, «Сестра наша, дородит от тебя тысячу тысяч и довладит потомство твое жилищами врагов твоих». Бытие 24-я глава, 60-й стих. Эти слова благословения данные Ровеке согласно со словами благословения, которые бог проще сказал от церкви вводимой Духом Святым 54-й главе книги про Каиса «Возвеселись, неплодные, нерождающие, не мучившиеся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели умеющие мужа», говорит Господь. «Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих, не стесняйся, пусти длиннее верви твои и утверди колли твои, ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами и населит опустошенные города». Исаия 54-й 1-й 3 и Галатам 4-й 27. Я думаю, что эти исследования, эти стихи священные написания, некоторый их анализ убеждают нас в том, что 24-я глава это прочесткое описание жизни церкви и подготавливает нас к тому, чтобы принять последние стихи, начиная с 62-го, как прочестство о предшествии Христа и его сочетании с церковью. Итак, 24-я глава, стих 62-й. А Исаак пришел из Берлахай-Рои, и он жил в земле полуденной. Ранее мы установили, что Исаак есть прообраз Иисуса Христа. Теперь обращаем внимание на то, что дан точный адрес, место пребывания Исаака, Берлахай-Рои, земля полуденная, то есть он уже не странник, не кочевник, а имеет постоянное место жительства. Христос в настоящее время также не странник и не пришелец на земле, а имеет постоянное место пребывания и находится на небе по праве рука Отца Небесного. Берлахай-Рои переводит как источник живого, видящего меня. Вот 22-й главе книги Откровения святого Яна Богослова, первое, с чем я читаю, и показало мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Сравниваем выражение источник из 24-й главе книги Бытия и чистую реку воды жизни с Откровения. Живого видя, что у меня Бытие 24-е, и Бога и Агнца Откровения 22, земля полудина Бытия 24, и престол Откровения 22. Теперь ясно видно, что 24-я глава книги Бытия, стих 62-й и первый стих из главы 22-й книги Откровения Святого Яна Богослова Гора в одном и том же о месте пребывания Иисуса Христа до Его пришествия. И вот основной стих Священного Писания, ради которого мы исследовали всю главу, чтобы доказать, что у ней пророчески и в прообразах идет речь о Христе, Церкви и последнем времени, чтобы утвердить сердца в том, что стих 63-й говорит о пришествии Христа Церковью. При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить и возьмел очи свои и увидел, вот идут верблюды. Не будем выяснять значение слова в сочетании про наступление вечера, потому что мы это неоднократно делали. Обратим внимание на слова «Исаак вышел в поле поразмыслить». Эти слова говорят нам, что Исаак не знал, что в этот день у него будет встреча с Ревекой. Он просто вышел в поле поразмыслить. Для него эта встреча была неожиданной. А так Исаак является пророчем Христа, то из этого видно, что Христос не знает дня своего пришествия. Для Ревеки встреча с Исааком тоже была неожиданной. Она этой встречи не ожидала, иначе не спросила Бараба, кто этот человек, который идет по полю навстречу нам. Эти слова свидетельствуют, что и Церковь не будет знать дня пришествия Христа и дня своего вознесения. Итак, сравниваем вернейшее пророческое слово Ветхого Завета пришествия Христа в пророчи Исаак. Исаак вышел в поле поразмыслить. И откровение Нового Завета через уста Иисуса Христа о дне жертвом или часе никто не знает ни Ангел Небесный, ни Сын, а только Отец Марка 13, 22. Устанавливаем, что действительно этот день день пришествия Господу Иисуса Христа неизвестен никому. И при споставлении древнего пророчества в прообразах и пророчества Нового Завета не находится места для утверждения, что этот день будет известен. И эту тайну утверждающую, что об этом день никто не знает, кроме Отца, Господь нам открыл и утвердил на словании вернейшего пророческого слова. И Господь Бог ничего не делает, не открыл своей тайны рабам, своим пророкам. Амоса 3, 7. Чтобы не оставить эту главу не исследовать до конца, нужно отметить, что в первом посланнике в Салоники написано, что встреча будет на блоках. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на блоках встречи не Господу на воздухе, то есть между небом и землей. И Исаак встретился с Ревекой тоже между прежним местом жительства Ревеки, она из него вышла, и своим местопребыванием, ибо написано, что он также оставил место своего пребывания и вышел в поле поразмыслить. Далее, в 65-м стихе отмечено, что Ревека перед встречей взяла покрывало и покрыло, что соответствует истине о получении духовного тела, в которое при восхищении будет облечен наш дух, ибо мы не можем в нашей человеческой плоти предстать перед небесным женихом. И как Ревека считанное мгновение покрылось покрывалом, так и мы под кровенью тайны, данной нам Господом Иисусом Христом через апостола Павла, говорю вам тайну, не все мы урону, но все изменимся, вдруг мог давить око при последней трубе, ибо вас трубит и мертвый воскресует нежненный, а мы изменимся. Покрымся покрывалом, то есть получим новые духовные тела. И последний 67 стих. «И увел ее Исаак в шатер Сары, матери своей, и взял Ревеку, и она делась ему женою, и он возлюбил ее, говорит о дальнейшей судьбе церкви после восхищения, и подтвердает слова Евангелия, что мы всегда будем с Господом, и будем царствовать с ним, когда он придет и воцарится в Израиль на горе Сионе, Исаия 4 глава. Ибо слова увел в шатер Сары, матери своей, и взял Ревеку, и наделась ему женою, говорят именно об этом. Еще одно заблуждение последнего времени состоит в том, что до сегодняшнего дня люди пытаются установить им место, из которого Христос будет восхищать церковь. Христиане прошедшего времени помнят, как толпы христиан, обольщенных ложными пророками, заполнили один из морских портов Дальнего Востока, в который должны были прибыть белые корабли и забрать церковь. Конечно же, в назначенное время никаких кораблей не появилось, и один из сотрудников госбезопасности должен был взять Библию и прижитать текст, о дне житом и чаще никто не знает, не ангел небесный, а только Отец мой один. Здесь люди были уведены в двойное заблуждение. Было назначено время, но еще не им место. Нежу тем, Евангелие от Матфея говорит, и поштут ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. Матфея 24, глава 31 стих. Это означает только одно, что не с одного какого-то определенного места будет браться церковь, а со всех мест земли одновременно. Да и в повествовании об Ерехоне, вернейшем пророческом слове о судьбе мира и церкви находим такие слова. Как скоро услышал народ голос трубы, воскликнул народ громким голосом, и обрушилась стена города до своего основания, и народ пошел в город, каждый со своей стороны. Иисус с нами, 6 глава 19 стих. Этот текст символически возвышает, что когда при звуке седьмой трубы царство мира садил до царства Господа, то христианский мир пойдет навстречу Господу каждый со своей стороны. Библийские термины второго пришествия Иисуса Христа. Во-первых, хочется отметить, что у Библии нигде нет выражения пришествия пришествия Христа за церковью. Перечислим все стихи Священного Писания, где говорится о пришествии Христа, о втором пришествии. Первый текст. Но как было во дне ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Матфея, 24 глава, 37 стих. Второй текст. Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века? Евангелие от Матфея, 24 глава, 37 стих. Третий текст. Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред ним пришествия его. Первое послание Иоанна, 2 глава, 28 стих. Четвертый текст. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовый у пришествия его. Первый посадик Коринфянам, 15 глава, 23 стих. Пятый текст. Не явыли пред Господом Иисусом Христом пришествия его. Первое Фессалоникийцам, 2, 19. Шестой текст. Чтобы утвердить сердца ваши, непороженными во святыне пред Богом и Отцом нашим, пришествия Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми его. Аминь. Первое Фессалоникийцам, 3, 13. В этом стихе, кроме выражения пришествия Господа нашего Иисуса Христа, присутствует выражение со всеми святыми его. Но как бы мы не понимали, кто такие святые его, ангелы или часть церкви воскресшие из мертвых, потому что мертвые во Христе вас истут прежде. Или же это будут и те и другие, но здесь написано со святыми, а не за святыми, что имеет большое значение разницы. Седьмой текст. Сам же Бог мира дошвятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости, до сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Первый посланник вселникийцам 5 глава 20-30 стих. Восьмой текст. Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Второй посланник вселникийцам 2 глава 1 стих. Этот стих говорит, какое событие произойдет пришествие Господа нашего Иисуса Христа собрание нас к Нему или восхищение церкви, но не написано пришествие Господа нашего Иисуса Христа за церковью, ибо пришествие Господа для суда, но так как верующий на Божий не судится, он будет восхищен. Девятый текст. И тогда откроется беззаконник, который Господь Иисус убьет духом у своих и истребит явлением пришествия своего. Второй посланник вселникийцам 2 глава 8 стих. Десятый текст. Ибо еще говорим вам словом Господним, что мы живущие, оставшиеся до пришествия Господня непредупредим умерших. Первый посланник вселникийцам 4 глава 15 стих. Этот стих также утверждает, что церковь восхищается пришествием Господа. Одиннадцатый текст. И кто выдержит день пришествия его, и кто устоит, когда он явится? Малахия 3 глава 2 стих. Двенадцатый текст. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господне. Послание Якова 5 глава 7 стих. Тринадцатый текст. И говорящие, где обетование пришествия его. Второе послание Петра 3 глава 4 стих. В тринадцатом стихах священного писания, проведенных выше, насчитывается семь различных слов сочетаний для определения факта пришествия Христа. Первый пришествия Сына Человеческого Матфея 24-37. Второе пришествия Его. Первый Иоанн 1-28, Первый Коринфян 15-23, Второе Петра 34, и Первый Фессалники 2-19. Третье пришествия Господа Нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Первый Фессалники 2-13. Четвертое пришествия Господа Нашего Иисуса Христа. Второе Фессалники Вторая глава 1-й стих и Первый Фессалники 5-я глава 23-й стих. Пятое явление пришествия Его. Второе Фессалники 2-8. Шестое пришествия Господня Якова 5-7. 7-е День Пришествия Его Малахия 3-2. Ни в одном из этих выражений не словосочетание за церковью. Значит, в Библии такого словосочетания не существует. Оно придумано богословием. Рассматривая этот новый термин с той стороны, что в этот день Господь заберет земли своих святых, он верен. Но для исследования вопроса не вреден, потому что не находя в Библии такого термина, исследователь несознательно лишая словосочетания пришествия Господа и его библейской полноты вводит в обиход два пришествия. Пришествия за церковью, в которой нет Библии, и пришествия Господа Иисуса Христа для суда. И таким образом становится наложенный путь. Этот вопрос касающий двух пришествий также придется исследовать отдельно для выяснения истины, но это мы сделаем позже. Поэтому, чтобы не затруднять исследование и не упасть в заблуждение, будем пользоваться библейскими выражениями и терминами, ибо Библия способна прекрасно обходиться без человеческой помощи и без человеческих терминов. Разнообразие же библейских терминов на одно и то же событие имеет свой смысл. И когда мы читаем пришествие Иисуса Христа, то имеем в виду ожидаемое событие. Когда встречается выражение явления пришествия Его, то мы понимаем, что пришествие Христа будет сопровождаться определенными явлениями в породе и в духовном мире. Если же говорим день пришествия Его, то имеем в виду, что пришествие Иисуса Христа как событие, сопровождаемое различными явлениями, умещается в определенный промежуток времени, имеющий начало и конец. А по существу речь идет об одном и том же времени событии, что впоследствии будет показано путем сравнения различных мест Священного Писания. Одно из немногих мест Писания, который говорит, что Христос придет для жидающих Его воспащения, хотя и там отсутствует термин пришествия Иисуса Христа за церковью, является следующий стих. Так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы поднять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для жидающих Его воспащения. Евреям 9 глава 28 стих. Но в этой главе основное внимание уделено не пришествии Иисуса Христа, а проблеме греха. Здесь объясняется разница между Витским Советом, когда многократно приносили жертвы за грех, ибо кровь тельцов и козлов не уничтожала греха. И Новым Советом, когда Хрисус один раз умер и пролил свою кровь за грехи народа, чем и не уничтожил грех, ему не нужно многократно приходить и страдать за грехи. Поэтому здесь и подчеркнуто, хотя он и явится во второй раз, но не для истребления греха, а для ожидающих его поспящения. Великая скорбь в Писаниях Нового Завета. Теперь обратимся непосредственно к исследованию вопроса о Великой скорбе. Напомним, что Церковь восхищается при седьмой трубе, то есть пришествии Господа Иисуса Христа. В связи с этим, еще раз напомним стих Священного Писания «Первенец Христос», затем Христову пришествия Его. 1 Коринфянам 15 глава 23 стих. Здесь речь идет о восхищении Христа и умерших во Христе, то есть о восхищении Церкви с указанием времени этого необычного явления. Исследуя 24 главу Евангелия от Матвея, читаем стихи Священного Писания, характеризующие обстановку и духовное состояние жителей нашей планеты. Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. И если бы Господь не сократил тех дней, то не спасла бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда если кто скажет вам «Вот здесь Христос или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепроки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы пролететь всевозможных избранных». Вот я наперед сказал вам «И так если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте, ибо как волны блесат от востока и видна бывает, даже до запада так будет пришествие сына человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы». Евангелие от Матфея, 24 глава, 28. Далее следует описание пришествия Христа с сопровождающими это явление знамениями и с указанием времени этого пришествия. И вдруг после скорби нити солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются, тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восстаживаются все племена земные, увидят Сына Человеческого, градуша на блоках небесных, с силой и славой великою. Евангелие от Матфея, 24 глава, 29-30 следующие стихи описывают события, которые произойдут в пришествии Иисуса Христа, и которые охватывают небесных обитателей ангелов и земных жителей, и пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров от края небес до края. Этот стих говорит о том, что тела усопших Господи Святых воскрешены Духом Святым, то воскресивших Христа из мертвых оживят и ваши смертные тела Духом с высшивающих вас, 3,8-11. И христиане, оставшие живых до пришествия Господня, будут подняты ангелами встретения Господа на воздухе, то есть будут восхищены, а по тексту «Ищедуемым нами» будут собраны от четырех ветром, от края небес до края. Здесь рыжь не идет о народе и зайцем, ибо к этому времени они будут собраны из всех народовых царств свою землю рыболовами и охотниками. Геремия, 16 глава, 14-16 стихи. Итак, первое местописание, которое мы рассмотрели, говорит очень ясно, что пришествие Иисуса Христа будет после великой скорби. утверждение богословов, что в 24 главе Евангелия от Матфея описывается пришествие Господа для Суда верно, но полная истинность состоит в том, что в этот день произойдут два разных события – восхищение церкви и суд над миром. Двух пришествий тайного за церковью и явного для Суда над миром не будет, будет одно явное пришествие. А день Божий, день Христов, день Господень, пришествие Господне, последний день – это различное название одного и того же периода времени. Это утверждение будет исследовано и доказано по же отдельной главе на основании Священного Писания. А пока примем это утверждение веры и будем исследовать дальше все тексты, связанные с великой скорбью, потому что невозможно статус исследовать все вопросы. О тайном восхищении церкви. Теперь несколько слов относительно тайного восхищения церкви. Нигде в Священном Писании нет указания на то, что церковь будет восхищена тайно, как не существует и термина «тайное пришествие Иисуса Христа за церковью» или «тайное восхищение церкви». Эти слова создания придуманы исследователями Библии и не соответствуют евангельскому учению. Наоборот, слово Божие предупреждает. Итак, если скажут вам «Вот он в пустыне, не выходите». Вот он по таянных комнатах не верьте, ибо как молния блестает от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Матфея 24, глава 26, 27 стихи. Что означают слова «Вот он в пустыне»? Ничего другого, как то, что он пришел в тайну и в настоящее время находится в пустыне, вдали от взора людского. Но Христос говорит «Не выходите, это ложь». Что означают слова обольстителей? «Вот он по таянных комнатах». То же самое, он пришел в тайну и скрывается от людских глаз. Но Иисус Христос говорит на это «Не верьте этому обману». И дальше следуют слова Иисуса Христа, которые полностью опровергают утверждение, что Иисус придет в тайну. Ибо как молния блистает от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. В промежутке от востока до запада находятся пустыни, потаинные комнаты и другие места земли. Писание говорит, что молния бывает видна от востока до запада, то есть во всех местах жизни будет видно знамение Сына Человеческого. То же само утверждать откровение Иоанна, «Ще грядет с облаками и узрит его всякое око, и те, которые пронжили его, возрадают пред ним все племена земные, ей аминь». Откровение 1 глава 7 стих. Теперь повторим исследование уже знакомого нам цекста Священного Писания, которое рассматривалось нами в связи с восхищением Церкви пришествия Христа с точки зрения его явного пришествия. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на блаках небесных, с силой и славой великой. Матфея 24 глава 30 стих. И опять Слово Божие выражением, и увидят Сына Человеческого, утверждают нас в том, что пришествия Иисуса Христа будет видимым. Вернейшее пророческое слово о восхищении Церкви в писаниях Ветхого Завета и их сравнение с пророчествами Нового Завета. Исследуя данную тему, обратим внимание на книги Ветхого Завета как на вернейшее пророческое слово и упреждаем 2 главу 4 книги Царств, где описывают взятие пророка Ильи на небо. Илья это одна из немногих библейских личностей, взятых в живых на небо, как и та часть Церкви, которая у живых застанет пришествие Господа. Его судьба это пророческое слово Церкви. Илья, как и Церковь, не знал точно времени своего вознесения. С точки зрения истинного нами вопроса, интереса являются беседой Ильи с Ильейсием. Когда они перешли, Илья сказал Ильисею, «Прощи, что сделай тебе, прежде не жилья буду взят от тебя». И сказал Ильисею, «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». И сказал он, «Трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет так, а если не увидишь, не будет». Четвертая книга, Царь, девятая, глава, десятый стих. Вопрос был такого характера. Каким будет восхищение Ильи, видимым или невидимым. Видимым восхищение Ильи должно было сопровождаться излиянием Духа Святого Ильисея. Следуя дальше по тех, кто отмечает, когда они шли и дорогой разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понес Илья в вихре на небо. Ильисея же смотрел и воскликнул, «Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его», и не видел его боли». Четвертая книга Царств, вторая глава, 11-12 стихи. Илья увидел на короткое мгновение огненную колесицы и кони огненных. Видел, как Илья понесся вихры на небо. Илья смотрел, пока Илья не исчез в небесном пространстве, а дальше Слово Божие говорит, и не видел его боли. О том, что Илья видел вознесение Ильи, говорит слова, Илья же смотрел и воскликнул, а слова «не видел его боли». Но самым главным утверждением того, что Илья видел восхищение Ильи явление колесницы, было излияние Духа Святого вдвойне по условию, которое было поставлено Ильей в начале. И взял милость Ильи, упавшую с него, и ударил Дею по воде и сказал, «Где Господь Бог Ильи? Он Самый?» И ударил Дею по воде, и она растопилась туда и сюда, и перешел Илья «И увидели его сыны пророков, которые в Иерихоне издали, и сказали, «А почел дух Ильины Ильи Ильи?» 4-я книга ЦАС, 2-я глава, 14-15 сихи. Итак, вернейшее пророческое слово о восхищении Церкви и пришествии Иисуса Христа, выраженной жизнью и действиями Ильи 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 утверждает нас в том, что пришествие Иисуса Христа в восхищении Церкви будет видим. И это утверждение очень сильно, потому что за свидетельством он не просто словами, а излиянием Духа Святого Ильи Ильи Ильи. Основанием для утверждения, что Христос придет тайно за Церковью, послужило не правое утверждение Библии, а, по-видимому, истолкование одного из мест священного Писания, где для характеристики некоторых особенностей пришествия Иисуса Христа употребляет Писание, нельзя принимать заставания и на этом фундаменте строить дальнейшее рассуждение. Для восхищения этого вопроса при этом все места священного Писания, где употребляется слово Тать. Первое место. Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господин так придет, как Тать ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнут их пагуба, подобно как мукородами постигают имеющие вошлевие и не избегнут. Мы, братья, не во тьме, чтобы день достал вас как Тать. Первое постановление Писание Никитца, пятая глава, второй, четвертый стихи. Второй текст. Вспомни, что ты слышал и принял и храни и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как Тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Откровение, третья глава, третий стих. Третий текст. Все иду как Тать, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его. Откровение, шестнадцатая глава, пятнадцатый стих. Четвертое местописание. Придет же день Господь как Тать ночью, и тогда небеса шумом пройдут, стихи разгоревшиеся разрушатся, земля и все дела на ней загорят. Второе постание Петра, третий глава, десятый стих. Все богословы единодушны в том, что день Господень это день суда. Это верное утверждение, ибо с ним согласен текст из первого постаника Петра, глава, вторая, четвертая стихи, которую вы процедировали выше. Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так пройдет как Тать ночью, ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постер их пагуба, и что? Пройдет же день Господень как Тать ночью, и тогда небеса с шумом пройдут, стихи же разгорившиеся разрушатся, и все дела, земля и все дела на ней загорят. Второе постание Петра, третья глава, десятый стих. Для удобства исследования мы видели жирным шрифтом в этих стихах выражение день Господень и события, которые произойдут в этот день. Они говорят о том, что это будет суд Господень, который приведет к разрушению. Далее богословы утверждают, что явным пришествием начинается день суда, то есть день Господень. Своим оппонентам, которые считают что текст, тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачиваются все племена земные, увидят Сына Человеческого, грядущего на блахах небесных силы и славы великую, отражают при восхищении церкви, или собрании пришествия для суда. Но выше приведенных тех, кто слово тать, вор, употребляется в выражениях, касающих дня Господня. Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так пройдет, как тать ночью. И что пройдет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса, что мы пройдут, стихия же разрушится, разрушится, земля, все дела на ней сгора. Второе постание Петра 3.10. Одно и то же явление не может быть одновременно и тайным и явным, ибо небеса пройти шум, а земля сгореть тайным не могут. Между тем, если согласиться с мнением, что выражение придет как тать, нужно понимать, как придет тайно, то придем к утверждению, что пришествие дня Господь будет одновременно и тайным и явным, что, конечно, является абсурдом. Пронимая во внимание, что явное пришествие Господа для суда является стопроцентной истиной, следует отбросить мнение, что выражение придет как тать, нужно понимать как тайно и выяснить, как следует понимать слово сочетание придет как тать. Приход вора татья имеет две особенности тайна и неожиданность. Тайным приход вора будет только для небодрствующего человека. Бодрствующий хозяин дома увидит его сразу же, как только он появится в его пределах. А вот времени прихода татья не может стать небодрствующим и неспяшим. Поэтому выражение придет как татья и дает понимать как пройдет неожиданно, а такое понимание подтверждается священным написанием. И так бодрствуйте, потому что не знаете в который час придет ваш Господь. Матфея 24 42. Потому и вы будьте готовы, и вы в который час не думаете придет Сын Человеческий. Матфея 24 44. И так бодрствуйте, потому что не знаете ни дня ни часа, в который придет Сын нежитом и чаще никто не знает, ни Алген Небесный, а только Отец Мой Один. Матфея 24 36. То придет хозяин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, который не думает, и расщичет его, и подвергнут одну участи с лицемерами, там будет плач из крыши зубов. Матфея 24 глава 53 51 стихи. Этих мест в Писании вполне достаточно, чтобы подтвердить правильность и столквания мнение о том, что Христ придет тайно за церковью и восхитит ее тайно, не подтверждается Священным Писанием. В связи с тем, что взятие Ильи от земли видел только Елисей, Божий человек, нужно сделать одно небольшое уточнение. Так мы только что выяснили, что восхищает церковь Иисус не по-морозь кому-обычаю, что даже на земле преследует законом открыто, как царство и Господь господствующий. Иисусу нечего бояться. Он победил дьявола на Голгофе, а победители входят в побежденные города с триумфом. И то, что жители земли не увидят самого процесса восхищения, результат не воровского взятия церкви, а неспособность людей фиксировать и отпечатать мгновенные действия, а церковь будет взята во мгновение ока. Верующие люди, которые получат новые тела, конечно же, увидят многое в это особенное мгновение, так и будут сами непосредственно участвовать в этом событии. Эти рассуждения касаются только мгновенно взятия церкви, а знамения сына человеческого будут видеть все жители земли, в том числе и оставшиеся вне спасения. Теперь обращаемся снова к вопросу великой скорби. Нас интересует вопрос, когда будет восхищена церковь. Насывание 24 главы Евангелия Матфея устанавливаем, что церковь восхищается после великой скорби. Но трудно состоит в том, что многие многословы и доверяющие им христиане считают, что 29-31 евангелия от Матфея не отражают момент восхищения церкви, а начало суда над народами. Более всего удивляет то, что когда рождет о разделении день восхищения, один берется, другой оставляется. О сочетании Иисус Христа с церковью притча десятьево, о труде на небе Божьей и воздаянии притча о талантах и так далее, то все соглашаются, что рождет о церкви. Но когда читает стих и прождет ангелов своих с трубой громогласным и соберут избранных его четырех ветром от края небес до края, то его сразу же относят к собранию народа израильского. И только для того, чтобы согласиться с мнением, что церковь восхищает от тайны притча за церковью, а 30-й 24-й главы говорит о том, что Христус придет явным. Обратим внимание на выделенное слово с читанием с трубой громогласным. Если понимать, что описанные события восхищения церкви, то, следовательно, это глаз последний седьмой трубы. Если же то собрание народа израильского, а церковь уже восхищена, то какой по счету трубе Господне принадлежит выражение с трубой громохластвует. Ведь после седьмой трубы уже по Евангелию трубы не трубят, а изливаются с чем в чаш гнева? Учитывая трудность установления истины из-за разброса мнений, а только что в прочитанном месте, обратимся к другим местам Библии для исследования этого вопроса. Вспомним наше прежнее исследование Слова Божия, где было доказано на основании священного Писания, что церковь восхищает землю при трудном звуке седьмой трубы, а время пребывания церкви на земле составляет семь периодов времени, начало каждого из которых выизвещается соответствующим по счету ангелам посредством трубного звука, соответствующей по счету трубы. Действия периода, именуем последним временем, время создания церкви, начинать следующим стихом. Первый ангел восторбил, и сделали град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю, и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела, откровение восемь семь. В результате действия, выизвещенного вторым ангелам, умерла третья часть одушевленных тварей моря. В морской стихии погибла в результате катастроф третья часть кораблей. В третьем периоде времени, откровение восьмая голова, десятая стихия, погибло от отравления источников от много людей. Четвертый период времени отмечен с поражением Солнца, Луны и звезд. Некоторые из этих явлений подтверждены наблюдениями ученых, о чем неоднократно сообщалось в печати. Некоторыми тому назад было опубликовано несколько статей, утверждающих, что на Солнце происходит процесс, в результате которых оно частично потеряло свой свет и так далее. Это все обычное явление, сопровождающее жизнь человечества. Обратим внимание на то, что четыре периода времени, возвещенные первыми четырьмя ангелами, охарактеризованы очень бегло. Здесь отмечены основные события, которые произойдут в каждой из периодов. Что касается последовательства пятого периода, который возвещает трудным звуком пятого ангела, то первый стих девятый главы Откровения возвещающий «Пятый ангел востребил, и я увидел звезду падшуюсь с неба на землю, и дал мой ключ о стадии бездны», предваря 13 стих восьмой главы Откровения Яна. И видел я и слышал одного ангела, летящего посредине неба, и говорящего громким голосом «Горы, горы, горы», живущим на земле от остальных трудных голосов трех ангелов, которые будут трубить». Он 13 стих восьмой главы Откровения предупреждает, что пятый период будет резко отличаться от предыдущих периодов особыми трудностями и переживаниями. Если в первых четырех периодах и отмечают природные катаклизмы, приличных к смерти людей, одушевленных тварей моря, изменениях в солнце, луне и звездах, то они в глазах Божьих не выходят на тот уровень, чтобы в прописании употребить слово «горе». Это обыкновенные жизненные трудности и переживания. Когда же священные писания готовят нам информацию о периоде времени, которое начинается под трудным голосом пятого ангела, то впервые употребляют слово «горе», которое повторяется троекратно «горе, горе, горе, живущим на земле от остальных трудных голосов ангелов, которые будут трубить». Откровение 8 глава 13 стих. Время, возвещенное ангелом посредством троекратного повторения слова «горе», является началом великой скорби. Следовательно, великий скорбь начинается с пятого периода и возвещаться пятым ангелом. Пятый ангел восторг и я увидел звезду, падшую с неба на землю. И дан был ей ключ от кладезя бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладези, как дым из большой печи, и помрачило солнце и воздух от дыма из кладези, и из дыма вышла скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной и никакой зелени, никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божьей на челах своей. И дано ей не убивать их, а только мучить пять месяцев. И мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. В 10 дней люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит саранча было подобно коням, приготовленным на войну, и на головах у ней как бы венцы, похожие на золотые. Лица же ее как лица человеческие, и волосы у ней как волосы у женщин, а зубы у ней были как у львов, на ней были брони, как бы брони железные, а шум открыли ее, как стук от колесниц, когда можно саконить бежать на войну. У ней были хвосты как у и в хвостах ее были жала, влажа ее было вредить людям пять месяцев, царом над собой имела ангела бездны, имя ему по-еврейски Вадон, а по-гречески Аполион, кубитель. У меня всякого сомнения, в этом тексте священного писания изображен один из трех периодов великой скорби, первый начальный период, о котором мы ведем речь, и который является предбитым исследованием. Ощилие этого бедственного времени свидетельствуют слова, в чьи дни люди будут искать смерти, но не найдут ее, пожелают умереть, но смерть убежит от них, которые подавляющим большинством богословов относятся к дням великой скорби, что соответствует Божьей истине. Расставляя исследуемые события в порядке их совершения, делаем заключение. Великая скорбь наступает при трубном звуке пятого ангела, церковь восхищаться земле при трубном звуке седьмого ангела, следует восхищение церкви произойдет пришествие Господа после великой скорби. Это заключение согласуется с тем выводом, который сделан нами при исследовании текста 24 главы Евангелия от Матфея. Всем известна евангельская истина, что великая скорбь на земле наступит в результате воцарения на ней антихриста, человека греха, сына погибели. Еще глубокая древность Дух Святой через пророк в свете отец что последнее время на земле будет царствовать антихриста. Ибо вот я поставлю на этой земле пастуха, который о погибающих не позаботится, потерявшихся не будет искать, и больных не будет лечить, здоровых не будет кормить, а мясо тушных будет есть, и копыты их оторвет, горы негодному пастуху оставляющему стаду, меч на руку его и на правый глаз его, рука его совершенно иссохнет, и правый глаз его совершенно потускнет. Захария, 11, глава, 16-17. Апостол Павел говорит, молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, не спешить колебаться умом, и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христу. Да не обольщит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступления, и не откроется человек греха сын погибели, противящийся и провозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я еще находясь у вас, говорил вам это. И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему свое время, ибо тайна беззакония уже в действии, только не свершится до тех пор, пока не будет взят от стороны удерживающей теперь, и тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом у своих, и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой погибающих за то, что они не приняли любви истинно для своего спасения. Второй апостол Павел знал, что он проповедовал и что утверждал, потому что с одной стороны он глубоко знал Писание Ветхого Завета, а с другой имел великие откровения от Бога. Он знал, что Антихрист выдает себя за Бога, сядет в Божьем храме, пролистит многих великими чудесами знаменями, а истреблен был явлением пришествия Иисуса Христа. Особо интересные нас представляют первые и вторые стихи 2 главы 2-го посланника с святого апостола Павла. Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему не спешить колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает День Христов и т.д. В Фессалониках стало распространяться ложное учение, что уже наступает День восхищения Церкви, то есть День Христов. Апостол Павел убеждает верующих Фессалоника не спешить колебаться умом, потому что еще не было великой скорби и не царствовал Антихрист, ибо по учению апостола Павла, который принял от Господа, сначала должен был открыться Антихрист против великой скорбь, а затем совершится восхищение Церкви Исуса над человеком греха сыном погибели. Искажая библейское словосочетание «Пришествие Господа нашего Иисуса Христа путем замены его» на человеческий термин «Пришествие Господа нашего Иисуса за церковью» и укладывая в выражение День Христов смысл над смысл содержащим в выражении «Пришествие Господа нашего Иисуса Христа и нашего собрания к Нему», исследовали последнее время и сделали апостол Павла человеком расчетным, неумеющим излагать свои мысли. Если прилить во внимание, что выражение «Пришествие Господа нашего Иисуса Христа и нашего собрания к Нему означает восхищение Церкви, а выражение «День Христов» выражает через другое словосочетание «Время» или «День», которое произойдет в восхищении Церкви, то получится очень грамотное выражение, дающее ясный ответ на тревожный фессалоникист и христиан вопрос «Когда в восхищении Церкви?» Для удобства понимания первого и второго стиха второй главы второго послания фессалоникист заменим выражение «День Христов» на выражение «Пришествие Господа нашего Иисуса Христа и нашего собрания к Нему», ибо у них заключен один и тот же смысл. Чего будет звучать так «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и смущаться не от духа, не от слова, не от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает пришествие Господа нашего Иисуса Христа и нашей собрании к Нему. Да не большит вас никто никак, ибо пришествие Господа нашего Иисуса Христа, и наше собрание к Нему не пройдет. И доколе не пройдет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели. Если же вложить разный в этот термин, то получится, что на волнующий взлетится вопрос о дне восхищения церкви, апостол не ответил. А начавший говорить о признаке, который будет происшествовать в восхищении церкви, забыл, о чем он дал речь, и дал признак, который будет происшествовать в дню суда. Если то и день Христа означает день суда. Почему апостол употребляет здесь два различных определения? Для одного и того же периода времени. Потому что в этот день происходят два события. Восхищение церкви и суд над антихристом. Пришествие Господа. Второе пришествие Господа. Явление Господа Иисуса с неба. День суда, последний день, день Христов, день Господень, день Божий, Ода, день и так далее. Это различные названия одного и того же дня. В зависимости от того, на какое событие, явление или время сделан акцент для утверждения в это истинное исследование в некоторых из многочисленных мест Священного Писания. Первым местом рассматриваемым нами будет текст из второго посланника к псалликицам. Доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться царствия Божия, для которого вы страдаете. Ибо праведно перед Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью. А вам оскорбляем, отрадуя вместе с нами, «В явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламенищем огне совершаешь отмщение, не познавшим Бога и не покарающийся благоествованию Господа нашего Иисуса Христа». Второе, в салликицам, первая глава, 58 стих. Первое, на что обращаем внимание, что будет праведный суд Божий. Время, когда Бог будет совершать суд над миром, называется Днем Суда. Апостол Павел говорит, «Ибо он назначил день, в который будет праведно судить Вселенную». Деяние апостолов, 17 глава, 31 стих. Суд Божий. По вышепроведенному тексту, «Будет совершаться уявление Господа Иисуса с неба, на одной из названий Дня Суда, с ангелами силы Его, в пламенищем огне совершаешь отмщение, не познавшим Бога, и в тот же день оскорбляем будет воздана отрада». Читаем дальше текст той главы, «Которая подвергнутся наказанию в вечной гибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он придет прославиться во святых Своих, явиться дивным в день Оны». Вторая псалоникийца, 1 глава, 9-10 стих. Во святых Своих Христос придет прославиться, и в то же самое время, в тот же приход, нечестивые подвергаются наказанию в вечной гибели. Обращаем внимание на текст из первого послания к псалоникийцам, где сначала говорится восхищение церкви и кончается под упражнением, а внезапно приходит Дня Господня, Дня Суда, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и Требе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежние. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем встретить Господу на блока, и так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга семи словами. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 16-18 стих. Открывая эту тайну, апостол сразу же предупреждает, что времени пришествия Иисуса Христа, которое произойдет в восхищении, никто не знает. И продолжаю убеждать Фессаллистскую церковь, чтобы она бодроствовала говорить, о временах же и сроках не нужно писать к вам, братья. Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Дальше Павел говорит о Дне Суда и утешает верующих. «А вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать». 1 Фессалоникийцам, 5-4. Итак, сначала Павел говорит о Дне, когда церковь будет восхищена, но предупреждая о том, что не явясь, но когда наступит этот день, уже как бы не упоминает о Дне Восхищения, а говорит о Судном Дне, Дне Господнем. И утешает верующих, что они не во тьме, и День Суда не постигнет их внезапно. И если День Восхищения и День Господень разные дни, а День Восхищения наступает раньше Судного Дня, то зачем готовить Фессалоникийцам к Дне Господу и утешать их словами, но вы, братья, не восьми, чтобы День Господень застал вас внезапно? Ясно одно, что для апостола Павла Восхищение Церкви и Суд над народами это два события одного дня. Также рассуждал об этом и апостол Петр. Для него пришествие Господа, Восхищение Церкви, День Господня и День Божий это один и тот же день. Даже если бы не существовало священного писания, а была только одна третья глава второго послания Петра, то и отсюда можно было бы заключить, что пришествие Господа, День Господня и День Божий один и тот же день. Или один и тот же отрезок времени, который назван различными именами. Начнем исследование с того, что в четвертом стихе вышеназванной главы апостол Петр цитирует высказывания нечестивых людей, которые указывали на то, что пришествие Христа говорится давно, но до сих пор его прихода не было. Все остается так же. На основании этого не утверждаю, что пришествие Христа – миф. Не будем рассматривать аргументы, которыми пользовался апостол Петр, чтобы объяснить это состояние и медлення Господа, ибо не эта тема является предметом исследования. Но обратим внимание на то, что утверждает христиан в том, что пришествие Господа непременно будет, он продолжает наставление. В седьмом стихе третьей главы того, что послание употребляет уже другой термин – «день суда и погибель нечестивых человеку», потому что эти выражения равноценны. Поставивши равенство между выражениями «пришествие Господа» и «день суда нечестивых человеку», апостол Петр уголовляет наше познание об этом дне, употребляя словосочетание «у Господа один день, одно то не должно быть, сократ от вас, подлюбленное, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день». Второе послание Петра, третья глава, 8 стих. Часть фразы «у Господа один день» обозначает «день Господи», то есть день, принадлежащий Господу, с отворенным им для совершения своих целей определенный промежуток времени. Расшифровая полностью фразу «у Господа один день, как тысяча лет», и тысяча лет, как один день, находим, что день Господень – это нечеловеческий день протяженностью 24 часа, а определенный промежуток времени, состоящий из определенного числа человеческих дней, потому что об этом говорит у Господа один день, как тысяча лет. Но в Библии речь идет не о человеческом дне, а о Дне Господнем, который включает в себя много человеческих дней. День Господень начнется с первого мгновения первого человеческого дня и кончится последним мгновением последнего человеческого дня, которое войдет в число дней человеческих Дня Господня. Поэтому когда будет трубить седьмой ангел, возвещающий начало судного дня, Дня Господня, в это первое мгновение первого человеческого дня, с которого начинается период времени, называемый Днем Господнем, Церковь восхищается с земли, ибо верующий у Сына Божия перешел от смерти в жизнь и на суд не приходит. В течение всех остальных человеческих дней, которые уходят в состав Дня Господня, Иисус судит мир и остребляет царство Антихриста. Затем многие его станут на горе Леонской, как написано у пророка Захарии. Это будет последний человеческий день, которым окончится День Господень. Поэтому восхищение Церкви Иисусом Антихристом будет в разные человеческие дни, но в один День Господень. А Священное Писание нигде не упоминает и не имеет в виду человеческий день, а День Господень, то есть промежуток времени, содержащий в себе неизвестное нам число человеческих дней. Вот почему апостол Петр подготавливает христиан к восхищению пришествия Господа Иисуса Христа, подготавливает их к восхищению Дня Господня, Дня Божия, Дня Суда. Пройдет же День Господень, как тать ночью, и тогда небеса, с чумом пройдут, стихи же разгоревшиеся разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то каким должно быть святой жизни и благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которой воспоминенные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихи растают? Второе постание Петра, 3 глава, 10-12-7. Разве христиане в ремонт апостола Петра ожидали Суда над миром или хотели увидеть, как горят небеса и земля? Нет, они ожидали восхищения и восхищения мертвых, сочетания Церкви с Иисусом Христом. Но так как это событие произойдет в первом мгновении сутнего дня, то фактически они ожидали Дня Божия, в который воспоминенные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихи растают. Одни Суда возвещают Дух Святой и через пророка Малахию. И во вот пройдет день, пылающий, как печь. Тогда все надминные и поступающие нечестиво будут, как солома, и попалит их в грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не останется у них ни корня, ни ветвей. А для вас, благоговеющее пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграть, как тельцы упитаны. Малахия, 4 глава, 1-2 стихи. И опять, читая внимательно это изречение, замечаем, что Бог говорит о том, что пройдет день наказания для нечестивых, а для праведных в тот же день взойдет солнце правды и исцеление в лучах его. День один, но пронесет он для нечестивых и праведников различные переживания. Теперь возьмем еще несколько евангельских изречений, где день Господень, день Божий, день Христовый или день Суда назван последним днем. О том, что день Суда назван последним днем, говорит следующий стих. Отвергающий слово мое, и не принимающий слов моих, и имея в судью себе слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Евангелие Тиана, 12 глава, 48 стих. Отмечен нами стих, что в последний день Бог будет судить мир. Следующий стих говорит так. Воля же, пославши у меня Отца, есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все это воскресить в последний день. Иоанна 6, 39. Воля, пославши у меня Отца, есть та, чтобы всякий видящий сын и верующий в Него имел жизнь вечную, и я воскресу их в последний день. Это Евангелие Тиана, 6 глава, 39-40. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославши меня, и я воскресу их в последний день. Иоанн Георгелие Тиана, 6 глава, 44 стих. «Дедущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу их в последний день». Иоанн Георгелие Тиана, 6 глава, 54 стих. Марфа сказала ему, «Знаю, что воскреснет в воскресенье, в последний день». Иоанн Георгелие Тиана, 11 глава, 24 стих. В вышеоперечивных стихах пять раз засвидетельствовано, что воскресенье мертвых, воскресенье праведникова будет совершено в последний день. Итак, что же произойдет в последний день? Суд или воскресенье мертвых? Даже понимание во внимание только эти стихи Священного Писания можно утвердительно сказать, что в этот день произойдет два события воскресенье мертвых и суд над миром. Заключение, что пришествие Господа Иисуса Христа, День Господень, День Христов, День Божий, День Суда, Последний День и другие, это название одного и того же дня или период времени, в который произойдет несколько различных событий. Главное из них – воскресенье церкви и суд над антистом и его подданным. Сделано на основании логических рассуждений и анализа сравнения различных текстов Священного Писания. Теперь перейдем к другим текстам, которые более прямо утверждают такое понимание этой библейской истины.